Полгода назад компания Dell анонсировала свой первый игровой монитор. Мне было интересно его увидеть, пощупать, потому что Dell мониторы делают просто отменные. Вот это Dell S2716DG, тот самый игровой монитор от компании Dell. И знаете, он почти идеален. Лично мне этот монитор был интересен тремя пунктами. Во-первых, если взять модели с такими же техническими характеристиками, как он, то вы обнаружите, что этот монитор стоит на 3-4 тысячи меньше. Если говорить в долларах, то это где-то 100-150 долларов. Очень приятная разница. К тому же, вот и второй момент, он не выглядит кричаще. Монитор, если игровой, то он должен всем кричать о том, что я игровой. Он должен быть черно-красный, черно-зеленый. Он должен быть вообще яркий и агрессивный. Почему? Что это за тренд? Этот монитор выглядит сдержанно, выглядит круто и при этом он игровой. Третий момент, почему я ждал именно игровой монитора Dell, это потому что у них просто превосходное матовое покрытие самого дисплея. Оно не дает бликов и вы не видите отражений. И что самое главное, именно у этого покрытия практически полностью отсутствует кристаллический эффект. Это когда вы смотрите на матовый монитор, а он как будто бы немного блестит на солнце, как настоящие кристаллы. Такой эффект отвлекает от работы, портит картинку, а в играх он уж тем более не нужен. Вот здесь этого эффекта нет. Мне понравилась ножка монитора. Она не такая огромная, как у предыдущих мониторов. При этом она стойкая, достаточно тяжелая, хорошо держится за стол и сам монитор не особо-то и шатается. За счет того, что она не широкая, можно сделать вот так. Поближе пододвинуться к столу, монитор пододвинуть еще ближе к себе, хорошенько так поставить и при этом остается место для клавиатуры. Была бы такая же огромная и широкая нога, как раньше, то я бы такого сделать не смог. Клавиатура у меня была бы уже на животе. А серый цвет ноги сделали немного темнее, за счет чего выглядит серьезнее. Плюс сзади сам логотип Dell сделан очень эффектно. Жалко он только сзади и спереди его не видно. Дизайн монитора мне понравился. Он серьезный, он приятный и при этом ты не можешь понять, он все-таки игровой или это монитор какого-то дизайнера. Особенно здорово выглядит глянцевая задняя панель, где остаются очень сильные отпечатки пальцев и буквально за неделю оседает пыль целыми клубками. Вот, Dell, больше не делайте так никогда. И это единственный недостаток монитора, в остальном он отличный. Это TN матрица, которая выглядит как IPS. Когда мне привезли этот монитор и я его включил, я не сразу понял, мне его привезли, то что я хотел или нет. Она выглядит просто офигенно. Контраст зашкаливающий. Яркость 350 кандел на метр квадратный, чего хватает с головой даже в солнечный день. Углы обзора просто космические, как ты его не повернешь, ты видишь абсолютно все. Единственное, что в каком-то месте он буквально чуть-чуть желтеет, а в другом месте буквально чуть-чуть синит. Но это при очень сильных поворотах. Ну а мы-то с вами все сидим под прямым углом, а здесь все отлично. Пересветов на темном нет. Вот абсолютно нет. И я в шоке. Я специально сейчас включил черную картинку на максимальной яркости и ничего нет. Разрешение WIC UHD это 2560 на 1440. Это не 4К разрешение. И с таким разрешением железо справляется хорошо. Достаточно даже 970 видеокарты. И за счет того, что WIC UHD разрешение это выше, чем обычное Full HD, то детализация и резкость картинки здесь куда приятнее. Это 144 Гц, это G-Sync, здесь одна миллисекунда отклик. И такие матрицы стоят во всех мониторах, которые используются на киберспортивных соревнованиях. И вот резонный вопрос. Надо ли вам рассказывать, насколько крутой этот монитор для игр? Я играл, играю, буду играть и хочу дальше играть на этом мониторе. К сожалению, его сегодня у меня забирают. И пока именно такой монитор я хочу купить себе домой за личные деньги. Да, здесь TN матрица, не IPS. За эти деньги можно найти IPS матрицы, но я не хочу IPS. Они медленные, у них намного больше скорость отклика, а за счет чего в Counter-Strike не так комфортно играть. При этом у монитора есть две уникальные вещи. Картинка выглядит как IPS, но при этом сама матрица быстрая как TN. И второй момент. Рамки, да простят меня Asus, но здесь рамки даже меньше, чем у их мониторов. А это что-то дозначит. На данный момент монитор Dell S2716DG мой личный фаворит. Именно этот монитор теперь я хочу домой, а не какие-то там огромные 35-дюймовые лопаты. И сможете вы его осилить себе по деньгам или нет, это уже другой вопрос. Стоит он меньше, чем конкуренты. По факту он оказывается лучше, чем конкуренты. И меня только удивляет, почему его до сих пор не расхватывают, как пирожки. Недостатков у него вот только вот это. Вот этот монитор вы можете купить у нас в интернет-магазине. Ссылка есть в описании. Аннотация есть справа от меня или нет, слева от меня. Там же есть отзывы об этом мониторе, там же и наличие, характеристики подробные. То есть вся информация о нем вы почитаете перед покупкой. Но лично моя рекомендация, блин, берите просто как пирожки. Вы смотрели обзор на канале F&A, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк, покупать вообще у нас в интернет-магазине и смотреть другие наши видео. А еще показывайте наши обзоры вашим друзьям. Мы с вами еще обязательно увидимся, так что, друзья, всем до встречи и пока!